Друзья, всем привет! Четверг на дворе, проспект Вернанского за моей спиной. Знаете, я люблю погулять по городу, и иной раз, когда проходишь мимо различных райончиков, жилых домов, заглядываю в окошки к людям, и мне прям интересно, как у них сделан ремонтик, планировка. Хочется зайти в гости исключительно для того, чтобы посмотреть, ну, любопытно, так сказать, в полчаса посещения гостей, прожить их жизнь, представить, как они проживают в этой квартире. И за моей спиной сталинский дом. И прямо сейчас у нас будет шикарная возможность зайти в одну из этих квартир. 80 квадратов площадь, люди сделали там авторский дизайн, полностью переделали планировку. Как выглядит эта квартира, я думаю, вам 100% понравится, но как минимум вы узнаете что-то новое для себя, возьмете на вооружение их идею. Плюс ко всему, я задам вопрос, почему вторичка, а не первичка? Что нравится, не нравится, как райончик. Короче, ролик будет насыщенный и интересный. Плюс одна жизненная история в копилочку нашего канала. Как вы могли заметить, на канале довольно-таки часто выходят ролики про квартиры в новостройках, как у МКАДа, так и внутри МКАДа. Но вторичку мы особо не трогаем. И надо исправлять, показать для разнообразия. Меня пригласили в гости, и я был дико рад тому, что это хороший райончик, это взрослый дом. Вы посмотрите, я сказал в самом начале, что сталинский дом. Это ошибка, так их называть нельзя, потому что дом постройки 1968 года. А сталинские дома, поговаривают, строили по 1957, край 60-е года. 54 года на сегодняшний день этому дому. На секундочку он на год старше моего. Но вы оцените его состояние, планировку и общую картину. А сногсшибательная героиня этого выпуска Екатерина устроит нам экскурсию по квартире и покажет, что они с ней сделали. Я думаю, после этого выпуска вы посмотрите на вторичку совсем иначе. Давайте знакомиться с ней. Кать, вот расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, до этого вы жили вот в этом доме. На третьем этаже у вас тоже была трехкомнатная квартира. Да. Райончик здесь непростой. Снять с коптера панорамный вид не получилось. Здесь неподалеку есть здание спецслужб. И, соответственно, можно взлететь и улететь в неизвестном направлении. Поэтому для полноты картины я вам буду показывать кадры с карт. Почему покупаете вторичку, делаете ремонт, почему не выбираете первичку? Ну, во-первых, мы выбираем именно Ломоносовский район, так как изначально здесь, если ты заметила, в основном идут старенькие восьмиэтажные. Только за исключением это нескольких домов с 14 этажей. То есть трафик, в принципе, людей, он меньше, чем в многоэтажках. По району здесь очень много школ и очень много, в принципе, университетов. То есть здесь публика такая, профессора, бывшие офицеры Министерства обороны, студенты, ну и, в принципе, те родители, которые заинтересованы в образовании детей. Напротив этого дома школа, когда со мной жил мой младший брат, мы водили, вот, в принципе, в последнем дворе была школа, и она была от МГУ. Мы жили на третьем этаже, у нас по квадратуре было примерно так же 80 квадратов. Мы взяли тоже в бабушкинском ремонте, вложили туда порядка 3-4 миллионов в среднем. Ну, это еще были те года, там, где-то лет 6-7 назад вот так. Но единственное, что нас смущало, это третий этаж и постоянная темнота от деревьев. То есть там, открываешь окно, а у тебя стоит дерево. Его отказывались срубать, так как во дворе должна быть зеленая зона. Поэтому, в принципе, утром, днем и вечером вечно темень. И вот это был один из ключевых факторов, который подтолкнул вас к мысли продать квартиру и купить в соседнем доме на этажом выше. Да, ну, также у нас просто есть сравнение, когда ты живешь на этаже, там, в 28-м, к примеру, и когда на третьем. То есть хочется все равно какого-то урбанизма, вид, панорама на город. Тем более, чтобы посмотреть. Таким образом вы продаете квартиру, если я не ошибаюсь, это какой был год, напомню? Это был, когда чемпионат мира шел, 2018 год. 2018 год, да. Продаете квартиру и покупаете вот эту трешку новую. Да, покупаем трешку. Напомню, почем вы продали тогда и почем вы купили новую квартиру? Ну, ту продали, по-моему, за 25 миллионов, 24, вот так где-то. А здесь взяли за 19-80 квадратов в 2018 году. Слушай, а в чем такая разница была? Это, наверное, потому что у вас ремонт просто был хороший, да? Конечно, да. С этим было связано? Ну, быстро продали тогда? Да, очень быстро, потому что люди приходят смотреть и удивляются, что в таком районе есть современные квартиры, уже готовые. То есть, в основном, здесь все равно такой, ну, старый фонд и ремонт, ну, как называют, бабушкины. А мы сделали современный такой минимализм, добавили в интерьер красивых деталей, и все, и квартиры вообще смотрятся иначе. То есть, разбирают вообще моментально. Тогда это тогда, а сегодня цены вот такие. Я вам открываю карту, смотрим двухкомнатные квартиры. Цены, конечно же, разнятся, во все нужно вникать, смотреть детали по дому, ну, и, конечно же, по площади. Потому что квартира двухкомнатная в этом районе может стоить 13 миллионов 700 тысяч рублей, по крайней мере, ровно столько за нее просят сейчас, но это 40 квадратов. И может стоить 18 миллионов рублей, но это 65 квадратов. И трехкомнатные квартиры 80 квадратов по 25, 28 миллионов, и есть по 21 миллиону рублей. С одной стороны, это, конечно же, дорого. С другой стороны, для кого-то это не очень дорого. И здесь есть очень интересный прикольчик, который звучит на богатом. Здесь частенько покупают квартиры люди, которые проживают в регионах для своих детей. Потому что они отправляют детей учиться в МГУ и в другие известные вузы, которые здесь расположены. И чтобы ребенок жил не в общаге, ему покупают квартирку. Это реально так. Факт. Факт, факт, факт. Пользуясь случаем, я вам хочу напомнить интересную историю, связанную с покупкой моей текущей квартиры. В 2021 году я ее купил по цене 11 миллионов рублей. При условии того, что изначально ее выставили за 10 800. И был дико рад, что мне ее отдали за 11 миллионов. Годом и двумя годами ранее, квартира подобной площади в этом же доме продавалась по цене 8,5-9 миллионов рублей. И никто их особо не покупал. Квартиры висели там по полгода. Ну действительно, торг был существенный. 300 тысяч запросто могли скинуть живому покупателю. В момент моей покупки цены менялись чуть ли не каждую неделю. Постоянно только росли и росли. А люди покупали. А на сегодняшний день ситуация происходит от обратного. Все те, кто привык продолжать задирать цены, сидит и не понимает, почему это у него нет звонков. А все потому, что многие потенциальные покупатели сегодня боятся покупать квартиру. В том числе, по причине того, что не понимают, где цена адекватная. Начинают сами сравнивать и видят, что ценник за аналогичную квартиру может отличаться в плюс-минус несколько миллионов рублей. Как вам такое? И вот чтобы это выяснить, нужно тратить большое количество времени и тщательно перепроверять все параметры квартиры, чтобы не переплачивать. И вот сегодня в этом вопросе к нам на помощь приходит Авито. Сервис сравнивает объявления и помечает значком «рыночная цена» именно те, которые соответствуют своей стоимости. И учитываются различные важные параметры – год постройки, площадь, транспортная доступность, инфраструктура. В общем, все то, что действительно влияет на цену. Покупка квартиры – дело не одного дня. Для многих оно доставляет удовольствие. Вечером за компьютером с чашечкой чая. Посидите на Авито, посмотрите, что предлагается и обращайте ваше внимание именно на значок «рыночная цена». Потому что именно эти квартиры соответствуют своей заявленной цене. Но торг реальному покупателю всегда уместен. Не забывайте. Дом 67-го года постройки. В нем 14 этажей. И он разделен на две секции. На каждую секцию два лифта. На один лифт нагрузка из 28 квартир. Также есть вход и выход на две стороны. Парковка. В самом доме есть два магазина, аптека. В двух минутах буквально стоит остановка, где ходят автобусы до центра, до двух станций метро и до новой станции БКЛ. А вот до ближайшей станции метро сколько здесь реально добираться? На автобусе минут 7. Пешком 10 минут. 10-12. И проспект Вернадского метро, и университет. Это красная ветка. До центра на ней 20 минут. До чистых прудов я езжу. Слушай, а до главного здания МГУ, куда все ездят на учебу, сколько пешком отсюда идти? Пешком минут... В быстром темпе 20 минут. То есть я, допустим, если вечером прихожу, беру свой велосипед, и за 15 минут я доезжаю до Воробьевых гор. Еще немного спустилась, и я уже у парка Горького. Чуть проехала, я на Карапоткинское, а там уже и центр. В принципе, вся моя велопрогулка. Я возвращаюсь обратно, и это занимает час-полтора, если просто прогуляться. С точки зрения инфраструктуры, это очень хороший район. Здесь есть детские сады, в которые легко попасть тем, кто здесь проживает и прописан. Здесь, конечно же, есть школа. Как мы сказали, здесь есть МГУ, МГИМО и другие учебные заведения, элитные, которые входят в топ-10 заведений нашей страны. Магазины, рестораны, парки, спортивные площадки, спортивные залы, торговые центры и все-все-все-все, что нужно для комфортной жизни здесь само собой есть. Естественно, в силу того, что это внутри МКАДа, внутри Москвы, да еще и хороший район, доставка, любой каприз за ваши деньги. Заказал, в течение получаса-часа тебе все, что угодно привезут. Так, мы приближаемся к подъезду, это вход, скажем так, во двор, получается он здесь на входе, но мы сейчас специально пройдем с вами через подъезд, чтобы можно было посмотреть на главный вход. Тоже интересно. Значит, друзья, у нас уже регулярная рубрика, обзор на подъезд, вход, такой довольно-таки широкие ступеньки, места предостаточно, ну, чувствуется, само собой, что вторичка. У вас консьерж здесь есть? Нет, нету, но место для него есть. Место для него тоже есть, предусмотрено все, оранжерея, люди расставляют иконки, цветочки, столики, кто-то явно за все это дело отвечает. Такое интересное какое-то, что-то типа поребрика, пандус есть, ну, короче, все то, что нужно для жизни есть, ну, пойдем посмотрим, как это выглядит с улицы. Кать, выходишь из дома и, можно сказать, сразу попадаешь на дорогу. Твое мнение, удобно это, вот, мне кажется, шумновато. Ребенок, вот, если так будет маленький, вышел там, надо постоянно прям за ним следить, побежал вперед, дорога. Что скажешь по этому поводу? Нет, конечно, шумно, шум есть от проспекта, но хорошие стеклопакеты все, в принципе, решают. По детям, возможно, да, ну, в принципе, можно на задний вход так же вот идти, и все. У меня детей нет, поэтому я пока в этом даже не задумывалась. Там строят кластер ломоносов сейчас, это будущего обещают, Кремниевую долину. Мне удобно, что здесь сразу дорога. Потом я приехала такси, я вышла, села, в принципе, тут по автобусу и все рядом. Обратите внимание, мы заходим с главного входа, и вот здесь тебя встречает такая ниша, в ней установлены радиаторы, и, соответственно, мы постепенно поднимаемся наверх, и далее лифты. Ну, и, соответственно, два крыла левого и правого, где расположены квартиры. И прямо сейчас мы поедем в гости к Екатерине и к ее тете. Вот так вот живет интеллигенция московская. Гляньте, у вас тут дерево растет, радиаторы алюминиевые, новые, у вас, видимо, может быть, ремонт какой-то был по подъезду. Но при этом все равно, вторичка есть вторичка, здесь торчат провода. Обратите внимание на проводку скруток особо. А, скруточки есть. Но в целом все еще так довольно-таки очень свеженько и ухоженно выглядит. При этом консьержа у вас нет, и вот вам, пожалуйста. Народ приходит, вам все клеит. На этаже у нас получается раз, два, три, четыре квартиры по стандарту в одном крыле и четыре квартиры в другом крыле. Слушай, пойдем посмотрим, как балкончик у вас выглядит в общей. Кстати, в следующем году будет менять лифт. А ты вообще на балкон этот капостный раз выходила. Когда выключали лифт, а когда он не работал, я на одиннадцатый этаж. Вот здесь к тебе на МГУ есть. Слушай, а когда ты домой просто приходишь, никак не замечал, что у вас кто-то в подъезде стоял на балконе, не знаю, сигареты курил, пивко распивал. Не встречается у вас здесь такая история? Ну, могут, но редко. Вот, парень, черная карта за тобой. Короче, друзья, балкон, на самом деле, с точки зрения безопасности очень хорошо сделан. Высокий этот парапет и дверь в подъезд для того, чтобы если вдруг сломается лифт, либо пожарная безопасность, нужно спускаться вниз. Вы запросто это можете сделать. Подъезд, в принципе, чистый. Не сказать, что он прям вау, ну, для вторички просто, мне кажется, в отличном состоянии. А уж как вы считаете? Пишите ваше мнение в комментариях. Итак, ребята, мы залетаем в гости. Значит, смотрите, квартирка у нас 80 квадратов. А вот теперь следите внимательно и не отрывайтесь. Я вам для затравочки покажу планировку квартиры до. Трехкомнатная квартира с коридором, раздельный санузел и один большой балкон. Что же они сделали? Смотрим внимательно. Система хранения, там у нас зимняя, летняя, обувь сезонная. У вас реально прям большая прихожая. И так необычно сделано. Два места, что можно присесть и переобуваться. Различные картины висят. Потолки 2,8, правильно? Но есть прикол, мы его покажем. Да, покажу. Так, что дальше? Здесь мы сделали плюс гостиные зоны, такой мини, чтобы компания из гостей могла зайти отдохнуть. Также у нас дизайнерские люстры добавляют лоска. Сделали из молдингов и абстракции. Поэтому, в принципе, все очень современно смотрится. Здесь у нас мастер спальня. По проекту и по планировке мы не меняли. И отметь, пожалуйста, что вот эта вот мебель, она ваша. Она с вами переезжает из одной квартиры в другую. Это тетина мебель. Она на самом деле очень богато смотрится. На 90-х годах еще. Ну, зацените, друзья. Посмотрите просто, как обставлена комната. На самом деле, как бы мебель 90-х годов. Италия, да, ты говоришь? Да, Италия. Но выглядит такое ощущение, как будто она прям свежак под заказ. Как говорится, умели тогда итальянцы-то делать? Добавили современную люстру. И сразу комната заиграла. Также у нас принцип, что в спальне не должно быть телевизора. То есть, компьютеры. Это только вот зона для отдыха, для релакса. Кать, ну, спальня прям действительно большая. И изначально спальня должна быть и есть твоей тетей. Но есть хитрость. В этой спальне спишь ты. Потому что тетя как раз таки спит там, где есть телевизор. Ей нравится засыпать под телевизор. Ну, пойдем дальше. По мне, ну, реально, смотрится прям все очень даже гармонично. А вот здесь необычная история. Расскажи, что было с санузелом раньше и что вы сделали? Здесь был один большой санузел с ванной. И вот здесь была кладовая. То есть, мы ее заделали. Сделали перегородки. Теперь у нас душевая. В таком мужском стиле. Таким образом, вы сделали дополнительную мокрую точку. У вас есть полноценно душевая кабина. Унитаз раквина. Отгорожены они стеной. Есть еще один, второй санузел. Хотя изначально в этой квартире подразумевался один санузел. Но он был прям действительно большой. Правильно? Да. Но так как женщины в квартире две, а время мы проводим много ванной. Поэтому нужно, чтобы у каждой была своя. И обратите внимание, смотрите, ванна вот эта родная, чугунная. Да. А вы ее задекорировали мозаикой. Да, мелкой такой. Сдобавили глянца. И смотрится прям уже по-другому. То есть фишка в том, что у вас в принципе было много, что сделано заново. Но некоторые элементы вы все-таки обыграли из того, что было. Об этом мы еще поговорим. Про цену Катя нам расскажет. Потому что они с тетей все подсчитали, что было. Далее мы идем на кухню. Вот обратите еще внимание, стены такие, да, в оттенок сероватый. Но смотрится в принципе-то неплохо. Картины висят, тарелочки, люстра. И тут нас встречает обеденная зона. Стол. Расскажи, в чем фишка вашей кухни? Ты рассказываешь, что у вас все продумано в три шага. Как это выглядит? Да, то есть мы против захламления кухни и навесных шкафов. Также все удобства в виде посудомоечной машины, стиральной, холодильника находятся по принципу три шага. То есть здесь ты готовишь, у тебя шаг. Тут ты помыл, и тут у тебя досталось все продукты. Все очень удобно. За счет, кстати, зеркального холодильника мы увеличиваем пространство. Почему, как правильно ты отметила, здесь у нас тарелочки, картины. Ковер. Мы собираем здесь часто гостей, семью. Ощущение, что в гостиной сидишь. Мне кажется, маловат столик-то на компанию. Ты села, тетя села, ну кто еще приехал, там, я не знаю, сестра. У вас, в принципе, такая большая семья. А, он у вас разбирается. Конечно, все продумано. Все продумано. Видите, друзья, раз-два, и стол превращается уже не на четверых, а на шестерых. А стулья дополнительно тоже где-то спрятана есть? Да, есть. Все продумано. Покажи, что у нас за шторка, потому что здесь также дополнительные зоны хранения, которые вы использовали. Да, здесь у нас крупы, чай, кофе, все хранится здесь. Короче, вот, ребята, вот так вот люди обыгрывают пространство. Телевизор висит, короче, все то, что нужно. Салфетки, вилки, ложки. Вам по факту места хватает для хранения? То есть нет такого, что вы сталкивались с тем, что нужно было бы еще какое-нибудь ящичек повесить? Нет, вообще всего хватает. Тут есть ящики, в принципе, туда влезать все, что нужно. Кать, ну пойдем дальше, потому что у вас еще интересно было обыграны две комнаты. Изначально, подчеркиваю, вы увидели по плану, что квартира трехкомнатная. Она сейчас такое и остается. И вот здесь, за твоей спиной, расскажи, как было. Здесь было две комнаты, то есть гардеробной не было. Мы отщипнули немного с каждой, и у нас получилось место для хранения всех наших вещей. Таким образом, вы посередине врезали вот эту гардеробную, заходи, показывай. То есть здесь идут по площади шкафы 60, здесь 40. Очень все легко открывается, здесь раздвигается. Как бы пространство вроде как сжатое, но с точки зрения хранения вещей, вы получили прям отдельную, по сути, комнату, правильно? Ну, мы против шкафов в комнатах, то есть мы не любим захламление, когда там шкаф стоит большой, в другой комнате шкаф, в спальне. То есть это нет, сейчас все можно компактно уместить, взяв немного места. То есть когда у вас есть ненесущие стены, вы можете их, в принципе, легко двигать. Первая комната такая, из того, что мы сейчас увидим, и получается, она как бы у вас идет как гостиная. Да. Камин парящий, диванчик, и вот на нем можно, в принципе, и заночевать. Да, он большой, он раскладывает. Он раскладывает, но раскладывать не будем, телек есть. Но это не вся изюминка этой комнаты, потому что покажи, пожалуйста, что вы сделали. Там была большая лоджия, ну заходи. Мы отделили, сделали перегородку и, в принципе, здесь поставили рабочую зону. То есть здесь можно работать, смотря перспективу, а не в глухую стену. Здесь мы сделали зону отдыха. То есть можно налить себе кофе, присесть, посмотреть на красивый закат. И еще у вас открывается вот это окно, дверь. То есть выйти, понятное дело, там никуда нельзя. Есть режим проветривания и есть режим полноценно, когда лето, например, ты открыл. Вы чувствуете, да, что стеклопакеты свою роль играют. Несмотря на то, что дорога рядом, вот так открываешь шумно, а когда закрываешь, шума, в принципе, вообще не слышно. Вот обратите внимание, не знаю, по микрофонам он передастся или нет. Само собой, системы подогревов по полу идут. У вас есть приточная вентиляция, отопление центральное. И вот, собственно, также. Да, также дополнительно здесь французская перегородка. Ну вот. То есть таким образом сразу убили рабочие места. Даже можно сказать, на двух человек, по большому счету, можно сидеть. Раз, диван, ты можешь телек посмотреть и заночевать. Два, дополнительная зона там для женских, скажем так, хранений. И пойдем дальше, посмотрим, еще у вас есть еще комната. То есть третья получается. На гитаре играешь? А, нет. А кто играет? Брат. Так, вот вам вот брат как раз еще в гости приезжает. Да, ну, места всем хватает, все приезжают в гости. Кстати, в дверях сделаны стеклянные вкрапления не просто так, а за счет того, что когда светло, попадает свет в коридор из всех комнат. То есть у нас и в спальне, и в гостиной, и в второй гостиной, так назовем. Короче, летом приходишь, в днем, здесь будет светло, когда даже окна все закрыты, двери все закрыты. Вот эта комната, по идее, должна быть твоя. Ну, ты, естественно, захватила ту, итальянскую. Да. Вот. И получается, здесь никто не спит сюда, если только к вам кто-то в гости приезжает, то есть как дополнительное пространство. Ну, видите, ребят, трешка, 80 квадратов на двух девушек в квартире, да это вообще, блин, место полным-полно. Ну, к тебе часто брат, я так, по-моему, приезжает. Да, сейчас он. Обратите внимание, как сделано. Вот это та самая лоджия, которую мы только что видели. Они ее разделили на две части. Раньше она была одна, цельная и большая. И здесь тоже идут два дополнительных места. По факту, вот это место брата, ему 16 лет, он приезжает, там, компьютер может поиграть. Там машинки, видимо, из детства его еще остались. И много всяких элементов дизайна, атрибута, картин. Кто рисует? Сама рисую. А это ты все рисуешь? Да. Ну, кроме вот этой большой. Вот этой ты нарисовала? Она по номерам, это читается. А он тебе? Не ты? Те нет, не я. Понятно. Ну, вот так вот. Это брат, да, твой собирает вот эти вот поделки? Да, Олег. Кать, ну, расскажи в целом по планировке. Вот вы здесь живете, получается, последние три года. Да. Как? Нет, ну, все очень продуманно. Здесь стоят бризеры, чтобы воздух при попадании в квартиру очищался. Ты работаешь, у тебя здесь вид на Москву панорамный. То есть, я не знаю, шума никакого я не замечаю от проспекта. При закрытых окнах. Здесь у нас закат, там рассвет. То есть, всегда из окна красивый вид. Кать, слушай, вторичка есть вторичка, тем более она 67-го года. Когда вы зашли в квартиру, начали делать ремонт, все раздолбили. Расскажи, пожалуйста, в этих домах тараканы, какая-то живность, вот непосредственно в этом доме, в вашей квартире была замечена? В нашем доме нет, очень чистый дом, никаких запахов, никаких тараканов. Я не знаю, то ли нам повезло, то ли это миф может, что в принципе, я не знаю. Но у нас не было ни тараканов, ни клопов. Вообще, спасибо, что с этим мы не столкнулись. Итак, была трехкомнатная квартира площадью 80 квадратов с одним санузлом, с одним большим холодным балконом. Что стало? Два санузла, осталось все так же три комнаты, появилась большая гардеробная, в принципе, для квартиры, и появились дополнительные места, обыгранные на балконе, который теперь стал теплый. Как вам такое? На мой взгляд, идеальное и шикарное решение, так вот, для трехкомнатной квартиры. Здесь уже можете моделировать. Эта квартира, как по мне, запросто подошла бы на семью из трех, а то и четырех человек, где у вас двое детей. Ведь в одной комнате можно было бы сделать чуть больше пространства. И таким образом, в одной комнате проживают два ребенка, у них есть большой стол, где они могут вместе учиться. И также у вас остается еще дополнительная комната, где у вас сохраняется рабочее место. Короче, фантазировать и мечтать, и моделировать под себя можно до бесконечности. И это вторичка в обжитом районе, где у вас уже будет все хорошо. Я безумно люблю этот район, людей, которые здесь живут. И то, что у меня здесь спортзал в пяти минутах, то есть это вот соседний дом, магазины, аптеки. Я не знаю, четыре парка рядом. То есть Воронцовский парк, 53 октября, за цирком Никулина парк. И еще Воробьевы горы рядом. Мне все здесь нравится. Но ты вот этим всем пользуешься, в парке ходишь? Ты на велосипеде любишь кататься летом? Да, летом у меня йога в парке. Там, я не знаю, проводятся такие мероприятия от города. То есть очень комфортно. Я не знаю, я вижу только плюсы, минусов. Короче, такую проблему, как проснуться утром и ехать до работы или куда-то навстречу два часа, три часа, как это бывает у людей, кто живет поближе к Амкаду, у тебя нет? Нет, конечно, нет. Я никогда не смогу потратить, позволить себе потратить 3-4 часа жизни, своей активной жизни, на то, чтобы стоять в пробках. Я добираюсь до работы, когда, точнее, добиралась до работы, когда была в офис, в найме, наверное, минут 20-30. Самый максимум, это было 40 минут до чистых прудов, до офиса. Здравствуйте. Я дико извиняюсь, а можно вас спросить, а вы здесь живете? Ну, вот в этом райончике. На проспектурном. Ну, живете здесь? Да. А не снимаете вашу квартиру? Да. А можно вам два вопроса задать? Смотрите, мы снимаем сюжет. Вот мы в гости вот в этот дом ходили, вот непосредственно, когда за вашей спиной стоит. Вам вообще вот в этом районе как жить? Все комфортно? Вот у вас дети растут в детский сад, очередь, еще что-то. Нет, нет, очередей в детском саду. Вы наверняка общаетесь с другими мамами в школу. Нет, не было проблем, мы переехали вообще с другого района и нас быстро взяли в эту школу. А вы до этого где жили? На Братиславской. А у вас не было никогда мысли купить квартиру большей площади, в новом доме, но возле МКАДа, где, например, метро есть? Ну, мы рассматриваем как раз на Братиславской. Рассматривали или рассматриваете? Рассматриваем. А вы сейчас живете, у вас однушка или двушка? Однушка. И то есть вы хотите там купить как раз площадью побольше? Ну, вы рассматриваете исключительно с целью вот расшириться. Просто все вопросы ради комфорта. Здесь-то вам в целом нормально? Как бы не хотели бы отсюда переезжать? Нет, ну просто жилье здесь стоит гораздо дороже, чем на Братиславской. То есть вы здесь можете продать однушку, а там купить себе двух, трех? Двух. Двух. И уже готовы продавать? Да. А так в целом, вот с точки зрения инфраструктуры, парки, школы, магазины, все классно? Да, все удобно. Все, полно, спасибо большое. Как я попал точечно со своим вопросом. Народ голосует рублем. С подобных жилых районов никто уезжать не хочет. Здесь все обжито, здесь все шикарно, здесь очень много плюсов. Садик очередей нет, школа очередей нет, парков полно. Ну, короче, вы все это слышали сами. Подталкивает только лишь одно. Деньги, деньги, деньги. Однушечку продадим тут, а там поближе к МКАДу купим двушечку. Вот и все. Я прекрасно понимаю, что это банальная вещь, а тем не менее, подчеркиваю, вот в этом жилом квартале квартиры еще стоят по меркам Москвы и сегодняшним меркам за такие площади еще адекватных денег. Не забывайте, что мы снимали жилые комплексы бизнес-класса, где площадь там 95 квадратов. Без отделки квартиры стоят 35-40 миллионов рублей. Но вот это уже ого-го. Плюс туда же еще вбухай миллионов 8 в ремонт, и таким образом все 50 тебе обойдутся под жилье. А тут взвешивайте, думайте, пишите ваше мнение в комментарии. Да, с точки зрения парковки. Я вижу, что дворик у вас так неплохо заставлен машинами. Сейчас снегопады, и как раз плюс проживание в городе, когда метро неподалеку, что машину-то можно бросить, и 15 минут, и все, и поехал своим ходом. Как здесь вообще по вечерам? Нет, ну мест для парковок хватает. То есть, например, вот здесь участок большой, по всей аллее стоят вдоль дорог машины. Здесь еще есть гаражные кооперативы, то есть, которые не сносят они через двор. Можно, в принципе, и там ставить, парковать машину за аренду. Короче, в аренду есть что взять. У тебя машины есть? Нет, мы продали машину. Я не вижу смысла в машине, потому что я добираюсь до всех необходимых мест в пределах, я не знаю, 30-40 минут или такси. По такси, в принципе, по Москве, если это не снегопад, если это не дождь, то 500 рублей. Короче, тебе выгоднее ездить с кем-то, с водителем, где-то своим ходом, нежели чем использовать свой автомобиль, налог плати, за бензин плати, за парковку плати. Давай по цифрам поговорим. Квартира 80 квадратов. В 2018 году вы ее купили, ремонт шел 3 месяца. Ну, рассказывай, сколько денежек ушло. Так, ну, значит, по бригаде она у нас своя. Ребята ответственные, умелые. И 3 года назад работа стоила 11 тысяч рублей за квадрат. Сейчас примерно 14 где-то. Пойдем в такую сумму. Тук-тук-тук. Это я. Значит, смотрите. Катя живет в этой квартире со своей родной тетей. Живут они вдвоем. Периодически к ним приезжают родственники и семья большая. Она сейчас перечисляет все расходы и чуть позже вы услышите сумму и того. И да, Катя веселая, молодая. Ей нет еще и 30. Она не замужем. Ни с кем она не встречается. Очень веселая, позитивная девушка. Итого. Вот просто под ключ за все. Итого плюс декор, там, свет. 4 миллиона. Сейчас цены плюс 30%. То есть, вы закладываете 5,5 или так 6. Друзья, по факту, мне кажется, ремонт ваш даже был бы не 4, а миллионов 5, а то и 6. Объясню, почему. Мебель, которую у тети стоит в комнате, она дорогая. Да, конечно. Когда-то вы ее купили там за совсем другие деньги. А там, смотрите, там много всего. Вот. Это было 3 года назад. А сейчас, я думаю, подобный ремонт, вот с такой вот обстановкой, ну, миллионов бы 8 бы встал. Как мне кажется. Как мне кажется. Пишите ваше мнение в комментарии. Просто сам факт какой. Ну, за лям-два не сделаешь ничего прикольного. А то просто иной раз ребята рассказывают, за миллион можно сделать, за два. Ну, вот вам там 3 года назад 4 миллиона ушло, будь добр. Но за 3 месяца вам все собрали. Нет, но все равно, если ты потратился на качественную мебель, вот как мы на гарнитур в спальне, то мы за собой уже сколько лет возим. То есть, он нам работает, вообще на нас уже лет, я не знаю, там 20, наверное. Вот. Если брать, например, плитку, она у нас белорусская, обычная, белая. Мы добавили по краям там золотые металлические вставки, это уже смотрится дорого. То есть, в принципе, можно купить что-то основное, качественное и добавить небольшой лоск за счет каких-то деталей. Это уже будет выглядеть иначе. То есть, в принципе, ремонт можно сделать средний, но будет он смотреться дорого. Ну, это надо уметь. А вот про уметь мы сейчас поговорим. Как вы думаете, кто меня пригласил сюда в гости? Катя? Нет, конечно. Меня пригласила Галина Алексеевна Соколова. Это тетя Кати, которая как раз таки и смотрит выпуски на том самом диване. Галина Алексеевна, вам огромное спасибо. Как зарабатываете? Ну, вроде бы как, не скромный вопрос, но с другой стороны, интересно. А девчонка говорит, да мы с тобой с удовольствием поделимся. И сейчас вы поймете почему. Рассказывай, чем вы занимаетесь, чем тетя занимается. Мы занимаемся дизайном, перепланировкой квартир. Допустим, многие люди не могут долго продать свою квартиру, потому что у них там бабушки на ремонт, они не знают, как правильно это сфотографировать даже. Мы берем все под ключ, делаем там современно, красиво, продаваемо и в принципе за это берем свою комиссию. Это такой основной. Потом мы занимаемся ландшафтным дизайном, делаем дизайн даже ритуальных памятников. То есть, если человек талантлив, он талантлив во всем. Короче, вы дам свой бизнес по дизайну. Мы оставим контакты, которые нужны. Можете связаться, они вам все сделают. Подчеркиваю и напоминаю, что есть компания в Москве Переплан-1, которая занимается именно узаканиванием перепланировок. Смысл в чем? Обращаясь к вам, вы можете сделать красивый дизайн-проект, все как положено, с учетом того, что дизайн-проект будет соответствовать перепланировке. Опять же, если вы смотрите вторичку, к примеру. А уже Переплан может вам это все дело согласовать, потому что это отдельная услуга, именно согласовать. А нарисовать красиво, недорого или дорого, или дорого, но чтобы на выходе было дешево, это вот к дамам. Ну и как вообще в целом? Люди в Москве, это востребованная услуга? Да, конечно. Мы в основном работаем по сарафанному радио. А так, даже среди наших друзей, друзей, очень много, так скажем, работы. Всем нужно, кто-то хочет под себя переделать квартиру и покупает, как по вторичкам. То есть к нам часто обращаются, чтобы мы помогали искать квартиру. В какой район, допустим, вы посмотрели, как там с транспортом, чтобы потом не было, по факту, человек заезжает, а там, я не знаю, ему до метро 30 минут добираться. То есть мы все это продумываем за человека. Говорим, допустим, вот в этом районе, по твоим каким-то параметрам, эта квартира тебе подходит. Все, он с нами соглашается, мы делаем дизайн, он просто туда заезжает. Но вы в услуги вот эти риэлторские не оказываете. То есть покупает квартиру он сам. То есть вы чисто вот оформить, сделать и так далее. Короче, что-то даже напоминает флиппинг. Мы с тобой сегодня про это разговаривали, что, например, люди покупают квартиру убитой в определенных районах. Как раз делают ремонт и потом продают. Возможно, как раз какие-нибудь флиперы к вам так-то и обращаются. Купил квартиру, сделал ремонт, а дальше начинается коммунальное обслуживание. В некоторых жилых комплексах люди недовольны. Приходит управляющая компания, обещала 59 рублей за один квадратный метр, потом становится 100, а при этом ничего не делают. Здесь вторичка. 80 квадратов. Сколько у вас приходит платежка за квартиру, за все под ключ, без учета интернета и так далее? 10 тысяч рублей за 80 квадратов. При этом, я как уже сказала, все чисто в подъезде, каждый день уборка, утром, вечером. В следующем году у нас будут менять лифт. Также в этом году красили подъезд. Нареканий нет к работе. Обслуживает ГБУ, жилищник. А есть у вас в доме, откровенно говоря, знаешь, раз говорят, вторичка, алкоголик, алкаш. То есть какой-то известный на весь дом у вас человек, который регулярно буянит с пивком. Ты возвращаешься летом домой, и тебе, о, Катька, привет, как ты, как ты? Пытается ухаживать за тобой, знаешь, там цветок. Таких не встречается? Нет. Ну, как я говорю, здесь в основном заселяли в советское время профессоров. Сейчас здесь студенты, плюс Министерство обороны заселяло офицеров. Публика приличная. Все такие. Ну, вы здороваетесь, когда заходите в лифтах, встречаетесь у вас есть? Здравствуйте, здравствуйте. Придержать дверь друг к другу, такое все есть. Конечно. Интересно, друзья. Люди, мне кажется, не до конца осознают, когда заезжают на востройку замка, сколько времени они будут тратить на дорогу. Я когда работала в найме, мы сидели, допустим, на кухне с коллегами, обсуждали, и они спрашивали, сколько я добираюсь до работы. У меня там было, не знаю, ну, 40 минут, как я уже сказала. Они говорят, боже, я даже не могу представить, потому что кто-то там 2 часа, если там снегопад, 2,5, кто там в Химке, например, или там за Люберцы, вот ЖК самолёт, у меня коллега работала, она вообще, я не знаю, со здоровой нервной психикой. То есть люди реально каждый день тратят 2,5 часа только в одну сторону дорогу. И они ничего не успевают. Они удивляются, как я хожу в зал, как я живу там своей жизнью, встречаюсь с друзьями. То есть это вот как-то для них что-то заоблачное. У них только на это выходные. Ребят, я вот здесь хочу от себя добавить свои 5 копеек, потому что по большому счёту, как мы уже неоднократно говорили, народ голосует рублём. И здесь важно понимать следующее. Когда вы рассматриваете квартиру в жилом комплексе возле МКАД, она подешевле, нужно её подождать. Вы не забывайте, что когда вы её купите, в любом случае какой-то ремонт нужно будет сделать раз. Время, которое все тратят на дорогу, время – это деньги, это ваша жизнь в действительности. Просто мне кажется, если не задирать нос и всё-таки выбрать какой-то вариант достойный на вторичке, да, вы отдадите побольше, да, квартира будет чуть меньше площади, нежели чем новостройка, да, это будет старенький дом, но дома, как мы вам показываем, вот сюжеты идут, дом дому рознь. В некоторые дома на вторичке захошиваем там 20, 30, 40 лет, но они в идеальном состоянии, всё чисто, аккуратно. Это тоже важно, нужно садиться, выбирать и смотреть. Но в дальнейшем, вы вот вроде бы больше отдали, но вы утром на час, а то и два спите больше, тем самым вы высыпаетесь. Домой с работы вы возвращаетесь на час, два больше. Вы вышли, у вас не чистое поле вокруг вашего ЖК, парк 1, 2, 3, рестораны, кафе, бары, спортзалы, на любой кошелёк. Денег нет, иди на нас в спортзал, там, не знаю, в парк гуляешь. Чем хочешь занимайся. А так сиди за МКАДом. Ну, тут уже народ голосует рублём. Итак, а мы с вами приблизились к логическому завершению нашего сюжета и остаётся сделать выводы. Что же всё-таки интересней? Новостройка или вторичка? Но здесь, конечно, народ голосует рублём. Не устану это повторять. Хотя, я читаю письма, где люди пишут, купил себе квартиру бизнес-класса за 60 миллионов рублей. А плевался весь, потому что ничем она не отличается от эконом или комфорт-класса. Одни и те же проблемы. Управляющий плевать, отделка говно, всё течёт, всё ломается, и всем нет до этого дела. А денег с меня уже забрали. А здесь вторичка и обжитой райончик. Но домик, которому 54 года. Как и обещал, на этой неделе выйдет два сюжета о недвижимости. Следующий в день воскресный, день чудесный с 9 утра будет ждать вас на канале. Жду всех вас с вашим мнением в комментарии. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok